Отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области назвали самым массовым в новейшей истории России. В уголовном деле замешано уже 15 человек. 8 фигурантов отправили под стражу до декабря. Эту ситуацию на контроль взял Федеральный следственный комитет. Жертвами поддельного алкоголя стали 34 человека. 5 детей остались круглыми сиротами. Сейчас врачи борются за жизнь остальных пострадавших, которых 64. Большинство находится на АВЛ. На помощь больным УЗФИ прибыли ведущие токсикологи. 9 детей в настоящее время со службой опеки и с консенсационными мы занимаемся жизнеустройством. Это 5 детей в Ясном, которые остались полностью без родителей с сиротами. Двое детей, которым мы сейчас занимаемся в Адамовке. Одна девочка также осталась без папы и у одного ребенка мама в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Этиловый спирт опасен тем, что практически не отличим от этилового никакими способами попробовать на вкус, где-нибудь там нагреть, поджечь и так далее. То есть проводится такой современный метод удаления яда, как гемодиализ. Гемодиализ проводится больным неоднократно. Мы видели больных, которым уже были проведены три сеанса гемодиализа. Часть больных, к сожалению, не может дышать сама. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Первым подозреваемым оказался продавец Ильдар Суиншалинов. Он заявил следователям, что приобрел спиртосодержащую продукцию в Орске у иностранцев на торгово-закупочной базе. Оперативники установили склад на территории вокзального шоссе. Изъяли более 1200 бутылок алкоголя объемом по 0,5 литра. Все емкости были без маркировки. С делом о незаконном распространении суррогатной продукции связывают и сотрудников правоохранительных органов. В воскресенье стало известно, что был уволен первый заместитель прокурора Октябрьского района города Орска Сергей Хворов. Сообщалось, что он замешан в этом деле частично, так как его жене в 2013 году принадлежали склады на ТЗБ, где обнаружили суррогатный алкоголь. Для многих история с массовым утравлением стала большой трагедией. Ведь кто-то из местных жителей потерял не одного, а сразу нескольких членов семьи. Мы побывали в одном из домов, где проживали мужчины и женщины, которые насмерть отравились алкоголем. С нами не захотели идти на контакт родственники. Было понятно, что люди пережили двойное горе. Мужчины и женщины, которые насмерть отравились суррогатом, они ездили и закупали сами этот алкоголь в Орске. В квартире одного из организаторов незаконной продажи оперативники провели обыск. Там было обнаружено свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей, а также документы, по которым стало ясно, что партия жидкости содержания метанола закупалась в Уфе, где уже проводятся следственные действия. Правительство региона выделит денежные средства на похороны родственникам отравившихся суррогатным алкоголем.